Мы как медицинские работники понимаем, что та кадровая политика, которая ведется именно во Всевышской больнице, она как раз аннулирует те кадры, которые могли бы поднять больницу. Вы понимаете, такое впечатление создаётся, что не больница для людей, а какая-то коммерческая организация из больницы превратили. Всё, всё, всё меряется деньгами. Слава богу, сейчас хоть прививки бесплатно, потому что сверху наблюдают за этим. А так, такое впечатление, что все в коммерцию. Всё, вы идите. Рядом с поликлиникой тут же воздвигли центр здоровья, так называемый. Там ничего бесплатного нету. К офтальмологу денежку плати. Это денежку плати. Так это что, это основная задача у главного врача Шибачёва, который приехал к нам? Он варяг, он приехал из Кемеровской области, он не наш, население ему вообще-то лампочки. Вот и всё, а его поддерживают. За его, так сказать, вот эти художества давно бы уже другого человека наказали бы. Медицинская помощь превращена в медицинскую услугу. Где услуга, там деньги. Ну и в итоге из больницы... Теперь большие деньги. Да, теперь большие деньги, выжимают всё, что можно. Он в открытую говорил, это мой коммерческий проект. Коммерческий проект, да. Он признавался в этом городе. Я буду до последнего здесь говорить, пока мне вот... Пока платят. Всё, пока платят, что он здесь будет. Да? Население ему всё равно. Всё равно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я житель города Северска. Я хочу сказать, что на самом деле я сейчас слышала то, что всё превращено в коммерческую деятельность в больнице. И я с этим столкнулась. У меня муж наблюдается у онколога. Им необходимо эндоскопические обследования делать каждый год. Они делаются на высоком уровне в нашей больнице. И что будет сейчас, куда ему придётся ездить, и как это делать, и за какие деньги, я не знаю. Здравствуйте. Я являюсь жителем города Северска с 96-го года. И постоянно пользуюсь Северской полиплиникой. Слава Богу, в больнице не лежал. Но то, что сейчас творится, пользовался зубоврачебным кабинетом, пользовался эндоскопическим. Потому что мне уже 63 года, и нужно следить за своим здоровьем. И крайне... Ну, просто был удивлён, как можно во всем Лосковской больнице центральное ЦРБ, как-то там центральная районная больница, закрывать отделения зубные, эндоскопические, ребята дорогие. ЦРБ – это же и больница, и поликлиника практически всего района. И закрыть вот эти отделения – это вообще... Ну, вы знаете, одно напрашивается на ум коммерция. То есть все хотят зарабатывать за бюджетный счёт. Прямо, криво. Понимаете? Но всё равно везде стоят деньги. Понимаете? Вот как можно закрыть зубоврачебный кабинет? Понимаете? Почему? Потому что вокруг Северска-больницы масса коммерческих структур. Ну, грубо говоря, мы, когда работали, у нас протезы стоили, да? Да, протезы стоило до 20 тысяч, 22 тысячи. Верхний и ниже. Съёмный протез. Теперь один протез стоит 18 900. И ожидается новое повышение цен. Мы не знаем, где они берут такие. Это даже при равномстве с коммерческой структурой, грубо говоря. И у нас очень была такая работа, что мы могли делать дешёвые работы. Теперь они заключают договоры с разными лабораториями. Неизвестно, какая выгода экономическая у них в этом плане. Речь шла, что в неизвестном направлении уходит около 12 миллионов. Хотя вам говорили, что вы убыточные и тому подобное. И администрация никакого подтверждения не дала вашей убыточности. До сих пор прошло уже больше года. После нас ещё и годного протезирования почти на 2 миллиона сделано. За которые нам не заплатили ещё деньги. То есть вот так вот было. Здравствуйте. Что означает ваш плакат? Здравствуйте. Плакат обозначает то, что я и очень много жителей Селожска, которые сегодня не смогли посетить это мероприятие, против закрытия эндоскопического отделения. Потому что это в интересах всего нашего города. Не только в моих. Это моё мнение. Ну хорошо. Главный врач говорит, что у нас есть эндоскопический кабинет. Какая вам разница? Он не сможет в полную силу обеспечить населению помощь одним кабинетом. Закрывая это отделение, лишили весь Селожский район, всех жителей доступности медицинской помощи. Главный врач потребовал, чтобы работники подписали новые трудовые договора, в котором ухудшены значительно их условия труда. Но понятно, что люди, не хотят терять работу, подписали. Но прокуратура нашла нарушение, признала нарушение при заключении новых трудовых договоров. И выдала предписание. Главный врач не исполняет представление прокуратуры. Я житель и в Селожской, и целиком и полностью поддерживаю наших вольных врачей. И присоединяюсь к их требованиям. Спасибо большое. Пришёл поддержать своих коллег, которые потеряли работу. Некоторые из них за год, за два, за пенсии. Мне просто, конечно, очень обидно. Не дают работать протезистам здесь, во Всеволожске. У них и цены нормальные были. А пенсионерам сейчас не по карману, какие цены подняли. Но я сколько раз обращался сюда, и всегда все специалисты делают, очень прекрасно выполняют свою работу. И дай Бог им здоровья за их работу. Только что другие не дают им работать. Вот что обидно. Кто профсоюз действий борется за них, уже один зубопарадезист восстановлен. И думаем, что восстановим всех. Пусть готовят уже оборудование обратно там, где оно стояло. Люди придут и будут работать. Суды идут, и мы, как бы, думаю, отстоимся. Спасибо большое.